Обсуждение с Киевом организации местных выборов в Донбассе возможно только после завершения украинской стороной отвода тяжелых вооружений. Об этом сегодня заявили власти ДНР. Пока же ополченцы, которые уже отвели технику, восстанавливают города и села. Всю новую информацию узнаем у нашего специального корреспондента в Донецке Даниила Левина. Даниил, вы в прямом эфире. Вот и сначала о ситуации. Соблюдается ли режим тишины? В Донецке сейчас действительно спокойно. Началась первая за эту весну рабочая неделя. Но вот в штабе ДНР заявили, что накануне ночью по-прежнему украинская сторона нарушила Минские соглашения и как минимум 10 раз обстреляла населенные пункты. Неспокойно было в районе Донецкого аэропорта и ближайшего к нему села Спартак. Я отмечу, что отвод войск Донецкой Народной Республики уже завершила. И вот вчера Эдуард Басурин заявил, что теперь они будут готовиться к так называемым учениям. Выведенные от линии соприкосновения артиллерийские подразделения армии ДНР в настоящее время приступили к плановой боевой подготовке, ремонту и обслуживанию штатного вооружения и военной техники в местах новой дислокации. Из состава воинских подразделений армии ДНР созданы более 20 ремонтно-восстановительных и строительных отрядов, которые уже приступили к выполнению задач по восстановлению основных систем жизнеобеспечения и гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Ну и вот по-прежнему непонятно, собирается ли украинская сторона полностью отводить свои войска от линии фронта. На этом настаивают в штабе Донецкой Народной Республики. Яна. А вот теперь о гуманитарной ситуации. Что делают власти ДНР, чтобы быстрее вернуть Донбасс к мирной жизни? Данил. Да, пока обстрелы прекратились, временно это или навсегда, в штабе ДНР решили восстанавливать здания мирных жителей. Сегодня основную помощь оказывают городу Дебальцево. Там восстанавливают линии электропередач, чтобы впоследствии, наконец, горожане могли пользоваться светом. И отдельное внимание сегодня уделяется в этом Дебальцево детскому садику. Там в ближайшее время будет возобновлена работа котельной, и все мирные жители могут греться в этом детском саду. По городу начали работать уже бригады, восстановление ТП, меняют оборванные провода. Первая очередность у нас это водопроводные насосные станции, это канализационные насосные станции, очистные сооружения. И вот административные здания. В самом Донецке также продолжается работа по восстановлению. Там восстанавливают не только линии электропередач, но и вообще здания, потому что некоторые дома разрушены практически полностью. И даже, честно говоря, и восстанавливать там уже нечего. В ближайшее время, возможно, начнется строение новых домов. И отмечу, что в частном секторе повреждены здания не только местных жителей, но и уроженцев других государств.